Заместитель министра финансов Алексей Моисеев поделился своим мнением относительно того, в чем сейчас россиянам имеет смысл держать свои сбережения. Чтобы ничего не переврать, позволю себе прямую цитату. Надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте, либо, если это представляется нецелесообразным и неудобным, то в любом случае подумать о том, чтобы купить какие-то комплектующие, которые потом могут оказаться нам недоступными. Потому что быть уверенным в ритмических поставках чего бы там ни было, наверное, нельзя, сказал Моисей. С рублями все более-менее понятно. В ответах на подобного рода вопросы чиновники всегда сначала вспоминают про национальную валюту. Иначе можно очень быстро лишиться насиженного кресла и делиться потом своим мнением в другом качестве, если тогда это мнение будет хоть кого-то интересовать. Хотя, видимо, даже Моисееву очевидно, что держать сбережения в валюте воюющей страны, которая находится под беспрецедентными международными санкциями, это, как он выразился, нецелесообразно и неудобно. Про дружественные валюты тоже ничего нового. Раньше говорили про доллары и евро, теперь в качестве средств сбережения они для россиян практически недоступны, и сдержки на покупку и хранение мировых валют не окупятся. Но с дружественными валютами, как и с дружественными странами, тоже есть одна опасность. Они очень быстро могут превратиться в недружественные или не очень дружественные, как это произошло с Казахстаном. Или в любой момент может произойти с Турцией, если армяно-азербайджанский конфликт пойдет по нарастающей, и Россия начнет оказывать Еревану военную помощь. Впрочем, самый неожиданный, по крайней мере, из уст замминистра финансов совет, это купить какие-то комплектующие, которые потом могут оказаться нам недоступными. Проще говоря, вместо того, чтобы делать сбережения, чиновник предлагает тратить деньги на импорт, которого мы можем лишиться. С точки зрения здравого смысла, своя логика в этом есть. Но исходит она из того, что импортозамещение это не более чем красивый лозунг, под которым нет ровным счетом никакой экономической базы. Что в обозримом будущем российская промышленность будет не в состоянии воспроизвести, по выражению Моисеева, какие-то комплектующие. И они будут в остром дефиците. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok